Добрый вечер, Дайнис. На самом деле, для меня произошло все очень быстро, хотя я не скажу, что неожиданно, но тем не менее, буквально за несколько дней Международная Федерация все-таки согласилась на перенос этих соревнований из России. Почему я спрашиваю это у вас? Потому что все мы знаем, что скелетон тот вид спорта, где Латвия имеет вес и влияние, и именно вот заявление нашей Федерации Мартина Дукроса сподвигло и остальных скелетонистов присоединиться к бойкоту, и цель была достигнута. Как так произошло? И вы сами не удивлены, что все так быстро случилось? Я немножко удивлен, потому что мы первый раз высказались, когда была первая публикация, это было летом. Доклад Макларена. Доклад Макларена. И когда вышел второй раз этот уже в полном объеме доклад Макларена, тогда мы поняли, что мы должны что-то сказать. Тут никакой политики, тут ничего другого, кроме допинга. То, что мы узнали, это вообще как-то очень трудно складывалось в голове. И особенно скелетонисты между собой стали разговаривать. И мы, когда приехали в Вислер, было такое небольшое собрание, где мы решили все вместе сказать Международной Федерации, что было бы хорошо, если перенесли соревнования в другое место. Это только из-за того, что очень много проблем было во время Олимпийских игр в Сочи с допингом. И только допинг. Можно вспоминая события в Сочи, вы согласитесь, что Олимпийский чемпион Александр Третьяков и в то время был очень сильным скелетонистом. И сейчас он побеждает. И, казалось бы, зачем ему допинг? Но с другой стороны, вспомним соревнования бобслиистов. Александр Зубков показывал очень слабые результаты до Олимпиады, а тут вдруг раз и золотая медаль. К чему клоню? Вот в эти дни вы смогли вообще поговорить с представителями Российской Федерации? Как-то объяснить свое решение? Получился диалог или нет? Не получилось. Мы даже приглашали Зубкова Александра, кто сейчас занимает пост президента Российской Федерации бобслии и скелетона, тоже высказаться в эти собрания, этот диалог между тренерами, между представителями команды. Но он ни разу не пришел. И да, Третьяков очень сильный спортсмен, профессионал, и мы всегда уважали его результаты, его достижения. Но сейчас как-то получилось, что эта тень тоже стала на него падать. И когда вышел этот доклад Макларена, мы уже были, по-моему, в Лейк-Плессиде. И раздевалка сразу стала так тихо, как будто кто-то провел границу между российской командой и остальным, которые готовились к тренировкам. И, ну, старались как-то в глаза не смотреть. И как-то... Черная окошка пробежала. Пробежала. Вот вы правильно сказали, что-то такое было. Потому что проиграть какие-то соревнования, это спорт. Это смысл спорта. Выигрывает тот, кто в тех соревнованиях сильнейший и лучший. Мы уехали с Олимпиады в Сочи, занявшие второе и четвертое место. Мы боролись. То, что смогли, мы сделали. И все было понятно, что выиграл сильнейший. Но сейчас как-то что-то не то. И мы очень ждем вот этого... Этот момент, когда скажут, кто был чистым, кто был... Ну да. А какие сейчас настроения, отношения с российской командой? Ну как-то это окошко пробежало. И такие нейтральные, да. Утром встречаемся. Доброе утро. И каждый занимается. Раньше было переговорили, там что и как. И вместе что-то обсуждали. Но сейчас просто... Дайнис, а как вы считаете, допинг в скелетоне вообще нужен? Вот этот стартовый разгон много чего решает? Да, стартовый разгон. Но я думаю, что вы правильно сказали. Третьякову не нужна была никакая помощь. Он так лучший стартер. Зубкову, да. Зубков был с травмами. Зубков был слабый. Ему что-то дало. Но ему не надо было всего этого. И он должен был соревноваться с таким, как он в природе есть. Но Мартин Дукрус не раз подчеркивал, что речь идет не о титулах, золотых медалях. Ему такие медали не нужны, чтобы у кого-то отобрали и ему вручили. Дело принципа. Потому что, по словам вашего младшего сына, все-таки он чувствует себя, как будто его обокрали. И вот это движет цель справедливости, чтобы она восторжествовала. Получается, что вот это главное, чему стремятся спортсмены, доказать, что все-таки это спорт. А допинг это уже что-то другое совершенно. Это другое, да. Понимаете, там на месте, это атмосфера, это все, что... Это надо выжить. Это надо через себя пропустить все. И результаты, и нервы, и волнение, все. А если потом по почте что-то кому-то будут пересылать, это не то. Это не наша цель. Наша цель сейчас понять, чтобы раньше сказали, заранее, не заранее, а, как возможно, быстрее сказали, кто был под допингом, кто нет. Может быть, там не такой расклад. Но вы верите, что это все-таки на государственном уровне все происходило в России? Именно с помощью государства? Вчера кто-то, наверное, употреблял, и сейчас употребляет, и завтра будет употреблять. Но это незнание или сознательное решение спортсмена. Но то, что было там, там видно, что это была государственная программа, в течение 5 лет в эту программу были задействованы тысячи спортсменов. Это плохо. Это убивает смысл спорта. Вы тренируетесь каждый день по 5-6 часов на протяжении всего сезона, готовитесь, а выходит, что кто-то приходит и за счет каких-то потусторонних средств побеждает. И мы знаем, что есть кодекс ВАДы, который следит за тем, что такого не было. Мы знаем, что есть такая олимпийская харта, которая говорит, что таким людям нет места, которое употребляет. Это наш закон, мы им живем. Мы уважаем этот закон, и если есть кто-то, кто это не делает, он должен быть каким-то образом наказан. Данис, говоря об этом сезоне, почему не все так ярко у Мартина в этом сезоне? Это все вот эти потерянные нервы из-за бойкота, из-за... Надо уточнить, что первые два этапа наши братья не оказались на пьедестале почета. Давно такого не было. Ну, мы уже в Лайк-Плесиде были очень близко, четвертое и пятое место. Но там, во-первых, мы взяли с собой не ту технику. Были проблемы с полозьем, потому что не были готовы к морозу 26 градусов. То это ваши ошибки как бы? Эти наши ошибки, только наши ошибки. И там выиграл тот, кто в данном месте был сильнейший, лучше подготовлен. Мы сейчас работаем, чтобы на следующем этапе Кубка мира в Алтенберге быть еще лучше, чем были там. На самом деле, я более чем уверен, что сейчас вот североамериканские этапы закончились. Теперь будет в Европе все проходить. Я думаю, что братья Дукрусы наверстают упущенное. Данис, еще такой вопрос. Вас не удивляет, что, допустим, Александр Зубков, который все-таки находится под подозрением, да, возглавляет федерацию бабсле скелетона России, что Виталий Мутко, который был министром спорта, сегодня является вице-премьером российского правительства, то он пошел на повышение. Это же неправильные сигналы, согласитесь? Я думаю, что неправильные, потому что, если мы возвращаемся, то к тому же Радченко, который был награжден орденом за то, что... Это был глава РУСА, российского агентства. Да, а потом он уехал в Америку, и я думаю, что он, имея в виду Зубков, он мог остановить свою работу как президент федерации во время и спросить, как спросил шорт-рекист Виктор Ам, скажите, пожалуйста, я чист или что-то есть какая тень? Скажите, чтобы я мог работать, и если я чист, я работаю президентом, идем вперед. И я думаю, те, которые подозревали, у тех будет сила подойти, сказать извини, ошиблись. Но когда вы объявляли бойкот, вас поддержали здесь в Латвии тот же Олимпийский комитет? Вот почему я спрашиваю, потому что бабслеисты почему-то молчали очень долго. Мне было очень трудно объяснить, потому что бабслеисты... Я звонил, спрашивал, интересует сообщество... Ваше мнение, да? Ваше мнение, скажите, пожалуйста, потому что мы свое мнение высказали. Спасибо Олимпийскому комитету. Президент Олимпийского комитета Рублевский дал оценку о том, и в принципе мы почувствовали поддержку. И это нам в тот момент, когда казалось, что мы одни. Вот эта поддержка, потом генеральный секретарь Жорж Штыкмер тоже поддержал нас, и это как-то дало еще больше уверенности. Но были те, которые говорили, что вы делаете, зачем вы лезете в политику, зачем бойкоты объявлять, ведь это непродуктивно. Согласитесь, что бойкот это не лучший вариант. Не были, конечно. Конечно, но мы не бойкотировали, мы хотели сказать своим болельщикам, мы не бойкотируем чемпионат мира. В данный момент то место, где вот есть подозрение на то, что там можно прочитать доклады Макларина. Только место, мы не хотим там возвращаться. Сейчас мы готовы соревноваться в любое место, только не там. Пускай будет какой-то результат, а там да, нет, и там можно потом возвращаться. Но я лично не хочу уже там возвращаться. Говоря о других махинациях, вот сегодня с Володей мы посмотрели видеоматериал, который якобы заснят на трассе в Сочи, чемпионат России, где некий человек в красном пальто, не знаю, входит вдоль трассы и посыпает ее чем-то. Это, кстати, видео, которое вы имели в распоряжении. Да, там получилось так, что во время чемпионата России этот человек в красном костюме рабочей трассы, и он какое-то вещество перед конкурентом кого-то сыпал на льду. То есть во время состязаний все это происходит? Во время чемпионата России. И здесь это, оказывается, не было разрешенным, потому что эти были внутренние соревнования, и они должны были проходить честно. И второй человек, который подошел, потом все это собрал и показывал, это был из внутренней службы безопасности, который показал, что творятся такие дела. Я этот ролик показал и во время этих собраний, и тогда тоже все удивлялись и не могли понять, почему такие действия. То есть это некий реагент, который ускоряет... Казалось, да, но я не знаю, что это. Но это какой-то реагент, который поверхность льда делает такой... Мягкой, рыхлой. Мягкой, рыхлой, да. Рыхлой, как, например, весной, когда лед становится рыхлым. Очень мягкий, да. А здесь очень быстро можно достичь. И по той информации, которую я имею, такие методы использовались и ранее. Но это плохо. То есть нельзя исключать, что такое в олимпийском случае могло происходить? Такая информация была, что такое опробовали и делают там. Так что, ну, это очень плохо. Но вот по вашим личным ощущениям, Данис, вы все-таки верите, что виновные будут наказаны? Пусть не сейчас, но через какое-то время ближайшее. Но все-таки Россия признает свои ошибки, и нам назовут имена тех людей, которые побеждали нечестно. Вы верите в это или нет? Я верю, потому что я очень большим уважением отношусь, например, к Маше Шараповой, которая за мелочи Мелдерната созвала пресс-конференцию и сказала, извините, я виновата. Она получила дискваликации. По-моему, один раз уже сократили, и второй раз. Если у людей стало, хватило бы сил сказать, да, и извинения, сказать правду, эти вещи оцениваются в нормальном обществе очень высоко. И чем быстрее это произойдет, я думаю, тем быстрее все это улажится. Но правильнее было все-таки понять и услышать правду. Да, к сожалению, время разговора подошло к концу. Кстати, завтра мы ждем доклада Международного союза биатлонистов, где должны быть озвучены имена российских стреляющих лыжников, также нарушавших антидопинговые правила. Посмотрим, что нам скажут биатлонисты. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был Данис Дукруц, главный тренер сборной Латы и по скельтонам. Мы говорим о той ситуации, которая сложилась в большом спорте, к сожалению, не самая веселая. Спасибо, Данис. Спасибо.